Привет. Спасибо. Спасибо. Привет. Здравствуйте. Привет, Назар. Андрей, это неправильно? Это мой папа. И ты? Я Артем. Артем, да. Извини, извини. Артем, конечно. Свен, я что заметила? У меня колонки под фирмой Свен. Я знаю. В прошлый раз ты уже написал, и я нашел этот гарнитур. И я уже думал, окей, если я здесь заказываю этот гарнитур, это, думаю, три месяца, три месяца и больше. Но мне надо новый гарнитур, и мне надо купить новый гарнитур. Я уже заметила, что на прикладном программировании на ITMIR есть новый файл. Да? Точно. Это такой файл, который я переслал на прошлой неделе через мейл. И мы работаем здесь еще раз с этим файлом, потому что через неделю, да, на следующей неделе у меня еще раз встреча, у меня экзамен снова. Но через неделю я хочу программировать с вами сервер, сервер, который управляет нашу игру, да. И поэтому нам надо заканчивать с этой проблемой сегодня или в течение этой недели, что наши фишки будут выкладываны отлично, без ошибок и так далее, да. И мы ждем других немножко, да, потому что до сих пор уже еще два подключились, но я думаю, остальные тоже соединились бы в течение следующих минут. Привет, тоже Артем, привет. Здрасте. Здрасте. Мы ждем других чуть-чуть, да, начинаем, думаю, пятьдесят минут пятого для вас. Это правда, что в Германии до сих пор очень строгий карантин? Правда. И это мешает очень, и мы не знаем, когда это заканчивается, выглядит очень строго. Но в России уже без масок по улице ходят и только в магазине, когда расплачиваются маски надевают. Я знаю, и поэтому я тоскую по родину. Я знаю, мои друзья мне тоже уже сказали, что сейчас в тысячу раз лучше в России, чем здесь. Здесь это очень строго, и это нам запрещено уходить после девяти или после, ну, не после десятого часа, 22 в ночь, да, это запрещено для нас уходить из дома. Нам надо остаться дома через ночью, и если мы гуляем по улицам ночью, полицейские приходят, задержали бы нас. В Германии вообще, в принципе, очень сложнее жить, там все вот эти вот правила, законы. Точно так. Точно так. А доставка вам сразу приходит, через час-два? Или я где-то услышала, что вам через день или через два только приходит? Еще раз, простите, я не понял, секундочку, еще раз. Допустим, есть доставка, там, вот тот же самый Макдональдс, или вот у вас тут вот этот. Вы когда, у вас, во-первых, можно его заказать по доставке? Да, да. А он приходит быстро или? Я никогда не попробовал. Соседи попробовали, и да, это, я думаю, да, быстро. Но у нас есть лучшие рестораны, да, поэтому я сам никогда не заказал Макдональдс. Но если, например, ездишь на машине, до сих пор можешь остановить там и заказать мину прямо на месте. Не надо достать. А какие вообще планы на урок сегодня? Да. А, Владимир, привет. Да, я думаю, да, имеет смысл, мы начинаем сейчас. Какой план, Азу? Мне это очень важно, что мы сегодня говорим об этом, как мы сейчас стоим, где мы стоим, как далеко наш путь еще до конца. Привет, Игорь. Здрасте. Здрасте. И это значит, что, во-первых, я докладываю о приложении еще раз, и я тоже докладываю о проблеме, конечно, да, потому что это очень важно, что вы знаете тоже, где вам надо искать эту проблему. И это тоже еще раз важно, что вы понимаете, какие-то файлы относятся к разным идеям и как я реализовал это приложение до сих пор, да. Поэтому я начинаю, я демонстрирую мой экран, я декладываю, я думаю, мне надо примерно 45 минут, и потом мы вместе просто программируем. Это значит, что у меня время до, что это такое у вас, я думаю, это пол седьмого, я думаю, и мы программируем вместе. Если у кого-то есть вопрос, конечно, обратите внимание на меня, запрашивайте на меня, спросите меня без проблем. И потом я уже сказал, что через неделю мы снова встретимся потом, а значит, это 6 мая, потому что на следующей неделе у меня еще раз экзамен, вот. И я планирую так, что через неделю мы уже программируем наш сервер, наш сервер, который управляет нашу игру, да, это мой план. Вот, и я начинаю? Хорошо? Да? Вот, секундочку, я попробую снова распространять мой экран. И, пожалуйста, скажите мне, есть ли экран оставаться черный или застревает? Я вижу. Да? Окей, супер. Окей, во-первых, мне не хочется показывать исходный код, потому что исходный код, это чуть-чуть попозже. Во-первых, это очень важно, чтобы вы понимаете смысл, этот смысл я использовал во время программирования. Вы знаете, мы говорили, как создать фишки, да, как их, ну, вставить в базу данных и так далее, да. Да, это речь идет о первом видео, и это особенно интересно только для тех, которые хотят, например, чуть-чуть попозже программировать личный кабинет или так. Поэтому сейчас речь идет о игре, да, о нашей игре. Вот. Я опускаю приложение, я выбираю, ну, логотипы наших фишек, использую мороженое. И вы уже видите, это выглядит чуть-чуть странно, да, если вы сейчас… А, важно, вам сейчас не надо скачать новый файл. Это хватит, если вы только смотрите на мой экран, да, во-первых, только на мой экран, и чуть-чуть попозже, если я заканчиваю докладом, да, конечно, там вы сможете скачать новый файл, находившийся на странице. И вот. Я выбрал логотипы и сейчас нажимаю на кнопку «Начать игру». Вот. Сейчас, и я надеюсь, что вы видите до сих пор мой экран, я надеюсь, да. Артем, видите, да? Это? Окей. Окей. А на правой стороне, видите, наш склад. И остальное место сейчас – это наш игровой стол. Очень большой игровой стол, да. Только за границей – это только вот эта граница, вы видите здесь, да, эта рамка. И внутри – это все игровое поле. И налево, извини, на право вы видите новую кнопку, этот пуск, да, пуск игры. И, во-первых, сейчас нам надо представлять такое. Мы или у нас до сих пор нет сервера. Это значит, что мы играем с нами. С нами сами. Без сервера. Но нам надо уже сейчас чуть-чуть подумать дальше, потому что если все будет ясно с клиентом, да, это наш клиент, это будет легче с сервером, да, потому что сервер чуть-чуть позже только управляет нашу игру. Но этот сервер, конечно, им не надо настроить игру или им не надо рисовать чего-нибудь. Самое сложное приложение или самая сложная часть нашего приложения – это всегда такое с рисунками. Это всегда очень сложно, потому что там нам надо решать с координатами и так далее. Окей, я сейчас нажимаю на кнопку, нет, я нажимаю на склад. Вот, и сейчас вы видите такое, да. Не удивляйтесь, это так, что я подчеркнул положение наших координат этих точек, где были с этими наши, а фишка может искать другие фишки в природе. Понимаете? Это, ну, можно сказать, это как руки, руки фишек. Это значит, что там, где вы сейчас видите эти термины, да, above left, above right, right, left и так далее, Вот там, где компьютер написал эти термины, там перед словом, честно говоря, перед словом находятся невидимые точки, координат. С помощью этих я могу искать или обискать мою природу. Потому что если я выиграю мои фишки, да, это, конечно, всегда важно, что каждая фишка обнаруживает природу и ищет, конечно, другие фишки. И потом, конечно, это тоже важно, что такие изображения на фишках, что он, компьютер, всегда сравнивает их, да. Вот. И поэтому, что я могу лучше искать ошибку. Я только написал там эти, вот эти слова. И что вы тоже понимаете чуть-чуть попозже наш новый исходный код. Потому что в исходном коде я всегда работаю с этими терминами. Хорошо? До сих пор ясно? Да? Окей. Я надеюсь, что я не очень быстро шагну. Поэтому, если я быстро говорю или если что-то не ясно, перебивайте меня, скажите «Стоп, Свин!» у меня вопрос. Вот. Окей. Ну, соперник или участник этой игры сейчас выиграет эту фишку, например, вот так. И потом ему надо нажимать на кнопку «Пуск». И если я делаю такое, наша кнопка исчезает. И можно спрашивать, почему такая глупость. Это очень просто. Я хочу объяснять вам. Это так, что мое игровое поле не имеет границу. Последствия – это такое, откуда должен компьютер знать, когда соперник готов к своим шагам. Поэтому, сейчас, если я нажимаю кнопку один раз, потому что это наша первая фишка, один раз, сейчас компьютер знает, окей, соперник готов. И следующий соперник, ему надо сейчас выиграть дальше. И сейчас я следующий соперник дам. И я еще раз нажимаю, конечно, на склад, получаю новую фишку. Вот. И сейчас, сейчас будет интересно, потому что сейчас я могу поворачивать, конечно, эту фишку. И у меня очень-очень, ну, многие вариантов, конечно, да. Потому что я могу выиграть эту фишку вот так, что я, например, я приближаю другую фишку, да. Вот. И сейчас, видите, смотрите, я совсем не близко, но если я сейчас отпускаю мышку, кнопку мышки, он автоматически узнает, а, такие картинки совпадают, поэтому все хорошо, он автоматически приближается к следующей фишке. И сейчас ему тоже ясно, ага, следующий соперник должен играть, да. Это значит, что еще раз мне не надо нажимать на какую-нибудь, на какую-нибудь кнопку, да. Если он узнает соперник игра, и такие фишки, ну, подходят, все хорошо. Вот. Значит, я снова следующий соперник и снова нажимаю на склад и получаю следующую фишку. И вот, ну, я поворачиваю вот так. Сейчас наша фишка, это верх ногами, да. Значит, сейчас у меня снова разные варианты, конечно, разные варианты, как я могу положить эту фишку, например, вот так, или вот, ну, секундочку, вот так. И он каждый раз узнает, а, если такие картинки подходят, все хорошо, да. Но вы уже, может быть, вы видите, если я, например, если я, например, у меня такая возможность, да, такая. Но у меня тоже возможность, что я скажу, а, я поворачиваю фишку дальше, то есть сейчас эта фишка тоже стоит вверх ногами. И если вы сейчас читаете, что там написано, under left, это значит, да, под фишкой, да, под фишкой слева, это сейчас тоже вверх ногами и находится над фишкой. И я могу, например, приближаю эту фишку вот так, так, он тоже узнает, да. Или вот так, или так, или еще раз нажимать на фишку и вот так. Разные варианты, да. Кроме того, вот так, и здесь вы видите уже ошибка, потому что это положение, по моему мнению, это запрещено, да. Да, это запрещено. И это я имел в виду. Это сработает уже много, но где-то в исходном коде я сделал ошибку. И случайно это не, это я не хотел так программировать, но это происходит. И поэтому мне тоже надо вам помочь, конечно, что вы мне не помогаете и поддерживаете тоже, да. Поэтому, но разные варианты, разные варианты, где компьютеру надо, конечно, сравнивать, где-то лежат координаты точек, где-то находится координаты, другую фишку и так далее, и так далее. И поэтому мне, во-первых, важно, что вы знаете сейчас, окей, о чем идет речь, это мне важно, да, что вы знаете, окей, ясно, проблема ясна. И тоже ясно, как он вообще думал, как реализовать эту задачу. Поэтому вопрос от меня ясна до сих пор или вопрос до сих пор от кого-то? А если у вас вопрос без проблем, задавайте мне без проблем. Вроде бы нет вопросов. То есть я могу сейчас показывать, как я реализовал это задание в исходном коде, да. Где-то нам надо или вам надо искать эту ошибку и как можно работать дальше с исходным кодом. Вот, окей. Ну, я увеличиваю мое окно. То есть вы видите снова исходный код нашего приложения, да. И я еще раз обновляю мою страницу. То есть он снова начинает с начала. И я надеюсь, что вы снова вспоминаете, почему-то у нас, например, такой файл. Индекс.php и такое. Но я думаю, вы вспоминаете, да. Индекс.php, наш пусковая страница, да. Первая страница, которую наш веб-сервер выполняет, если мы пишем localhost и так далее, и так далее. И у меня вопрос сейчас. Я вспоминаю, Владимир, ты написал мне почту, да. Это все хорошо сейчас у вас, у тебя? Ясно сейчас с вопросом из-за localhost или есть до сих пор вопрос? Еще есть. Еще есть. Нет, скажи. Ну, так вот, а что мне с этим как бы делать? Я вот знаю, что вы мне написали, что вот так вот должно быть. Но... Я удивился только, потому что написал мне проблема о localhost, да. И localhost, это ссылка, только существует на твоем компьютере. Это не реальная ссылка. Реальная только на твоем компьютере. Это значит, только если веб-сервер XAMPP будет выполнен, если ты нажимаешь на приложение XAMPP, и если XAMPP стартует свой сервис, XAMPP устанавливает на твоем компьютере порт и адрес. И после пуска XAMPP это всегда возможно через твой браузер и этот адрес localhost допускать до приложения, например, до приложения Domino. Понимаешь? Угу. Но это никогда не ссылка в интернете, да. Это тоже ссылка, и мы используем эту ссылку только для того, что мы здесь можем программировать и, конечно, попробовать, работает наше приложение или нет, или где лежат ошибки, или вот такое. Это только для программирования на своем компьютере. Но наружу, если мы, или нам надо допустить другой сервер в интернете, localhost никогда не сработает. Хорошо? Назар? Ну, за прошлый раз, типа, занимался, а потом, а? Назар, у меня предложение. Секундочку. Об этом мы можем говорить чуть-чуть попозже, потому что я думаю, я еще раз, нет, еще раз, я докладываю дальше, и после доклада у нас есть время для разных вопросов. Окей? Хорошо? Да? Назар? Окей. Мы вернемся. И я, азокомпьютер здесь, вы видите нашу пусковую страницу, индекс PHP, и здесь, если вы открываете чуть-чуть попозже этот файл, вы видите, конечно, вот эту функцию Start Game. Start Game, это вот такая кнопка вот здесь, начать игру, да? Начать игру, это здесь тоже написано, и после нажатия на выбор, я снова выбираю мороженое, да? Мои самые любимые картинки, я уже очень рад, что лето приходит. Вот, и если я сейчас нажимаю начать игру, то он в реальности, в коде, в исходном коде, он выполняет эту функцию Start Game, да? Вот, мы нажимаем, и он сейчас уже выполнял эту функцию, и вопрос, конечно, всегда, это происходит, конечно, чаще, спрашивайте, где я могу найти такую функцию, да? Но важно, что вы сохраняете всегда в мозге, что это не важно, где я нажимаю на это приложение, потому что не важно, потому что каждая кнопка, если эта кнопка делает что-нибудь, это всегда задача для контроля, контроля, да, в английском языке, вот, и поэтому у нас есть такая папка на жестком диске, называемая контролл, и здесь, если вы открываете эту папку, видите прямо, прямо Start Game JavaScript, да? Вот, и здесь, если я открываю этот файл Start Game JavaScript, здесь находится функция Start Game, и эта функция, если мы наслаждаемся сейчас этот исходный код, это тоже важно, что программистам всегда, им надо всегда наслаждаться этот исходный код, это как стихий для них, вот, вы видите только, что он меняет страницу чуть-чуть, во-первых, он добавляет новую кнопку, это наша кнопка пуск, да, сейчас этот пуск, а, сейчас пуск находится вот здесь, он перестроил эту страницу чуть-чуть, но без проблем, потому что я уменьшил мою страницу, и он только расширяет, расширяет наш игровой поле, игровой стол, да, сейчас наш игровой стол, это, значит, здесь ширина 1280 пикселов, и высота 800 пикселов, вот, это чуть-чуть больше, чуть-чуть больше сейчас, да, и последнее действие этой функции, это только создать этот склад, да, этот склад, где он сейчас складывает наши фишки, и это происходит вот здесь, и после выполнения этой функции, наш, мы можем сказать, наша игра готова, да, наша игра готова, сейчас мы можем играть, и каждое, каждое действие я сейчас делаю, да, это происходит после, когда я, ну, двигаю мишку, или двигаю чего-нибудь, или если я шагну на что-нибудь, да, это только в том, там, после нажатия, или после чего-нибудь, он делает чего-нибудь, и нам надо всегда знать, а если я программист, я, во-первых, конечно, я первый иду в папку контроллер, и потом, следующий вариант, это будет наша фишка сама, да, она не так быстро, окей, готов, это значит, мы можем играть, я уже сказал, секундочку, я снова нажимаю на склад, он, я надеюсь, нет, я еще раз нажимаю, а сейчас, да, он выдает мне новую фишку, я двигаю эту фишку, например, здесь, и сейчас я нажимаю пушку, вот, и если я нажимаю пушку, секундочку, мой рабочий стол меняется автоматически, почему-то, да, вот, и сейчас, если я нажимаю, или после нажатия этой кнопки, вы видите, вот здесь, он выполняет следующую функцию, называемую Next Player, и Next Player находится под этой функцией, вот здесь, Next Player, и Next Player сейчас узнает, окей, вот здесь, это, я думаю, это важно или нет важно, ну, 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 mindset, ну, 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 вот здесь он только, на секундочку, ЛЕ Не надо смотреть. А, окей. Конечно, геймдеск, наш склад будет строен, наш игровое поле будет строено, и наш плеер, конечно, получает новую фишку. И это уже все. Важно, я думаю, только такое, потому что геймдеск – это наш игровой стол. И, конечно, этот геймдеск сохраняет, конечно, тоже, которые фишки будут уже выиграны. Это важно, потому что каждый раз, если я, участник, если я добавляю новую фишку, эта новая фишка должна снова обнаруживать, где-то лежат другие фишки. И эти другие фишки всегда находятся, конечно, на игровом столе. Поэтому геймдеск надо знать. Надо знать, какие-то фишки лежат на игровом столе. Вот. Все. Это уже все. И сейчас мы приближаем к проблеме, потому что, если я еще раз нажимаю на склад, сейчас вопрос, смотрите точно на экран. Я приближаюсь. И смотрите на лифт, на термин лифт. Если лифт находится, это слово, если это слово находится над другой фишкой, это значит, что координат точки тоже находится над фишкой. Иными словами, эта точка сейчас находится в рамках, во внутре этого прямоугольника другой фишки. Понимаете? Да. И если я сейчас отпускаю мышку, бум, он приближается. И где это происходит? Ну, смотрите, сейчас вопрос, где я найду в исходном коде этот факт. Вы вспоминаете, где я реализовывал этот объект фишка JavaScript. Где я найду этот файл? Что вы думаете? В какой папке находится этот файл фишка JavaScript? Что вы думаете? Модель. Модель, да. Я уже видел, что я написал модель LL. Это не так правильно. Это немецкая. Модель 1L. Но без проблем. Да. Фишка JavaScript. Я открываю этот файл. И сейчас это будет тяжело. Честно говоря, очень тяжело, потому что у меня много вариантов. И поэтому много-много приказов, или приказов, конечно, где я всегда сравниваю координаты. Но сначала, секундочку, это, конечно, важно. Где происходит такое поведение? Такое поведение, что если я приближаю другую фишку, то он узнает. Это, я думаю, чуть-чуть проще, потому что знает ли из вас кого-то, как это поведение, назвали это поведение? Что такое? Это событие имеет имя. Вспоминайте, как это имя было. Во время я тяну исходный код, вы уже видите много-много строчек, много-много строчек, но чуть-чуть попозже я обезнаю. Вот здесь я нашел. Ну, это поведение, еще раз, это важно, это поведение, что я двигаю мою фишку, да? Это поведение называется всегда drag and drop, а на английском языке это drag and drop. Drag – это такое поведение, пока я двигаю фишку, и drop, если я отпускаю мышку для компьютера, это, конечно, это drop, да? Поэтому drag and drop на английском языке. Секундочку, моя дочь, и у нее есть вопрос. Да? Почему muss да geweинт werden? Ты weинт. Ich bin jetzt gerade mit drin, das Internet geht hier. Да? Да? Да, да. Dann geh doch mal bitte zur Mama. Ich bin hier gerade, ich kenne mich mit dem Android mist nicht aus, also, brauchst du mit dem Zeug nicht, kannst du Mama fragen, weil die hat ja auch so einen… Ja. Das Internet ist aber definitiv okay. Oha. Мобильник дочери не сработает. Ужас, ужас, да? Вот, окей, дальше. Мы шагаем дальше. Also, drag and drop, да? И поэтому у нас есть, конечно, для каждого события у нас есть возможность программировать поведение фишек, да? И вот такое это drag и drag stop. Окей, называется здесь drag stop. Иногда только stop, но здесь это drag start, drag and drag stop. Вот. И drag stop, да? Это происходит, если я отпускаю мышку, да? Это drag stop событие. И он сейчас, и сейчас это будет сложно, да? Потому что сейчас ему надо искать какие-то другие фишки находятся, ну, находятся вокруг меня. И с помощью этой функции называется, на самом деле я хотел назвать ее exists collision. Exists collision не имеет смысла, не надо тоже менять это слово, это ошибочно, но это только слово, да? Exists collision, это значит, что сейчас он ищет другие фишки. И потом, это тоже важно, что это только разрешено, если картинки этих фишек совпадают, да? Совпадают. Вот. Поэтому мы ищем сейчас следующую функцию. Exists collision. И exit collision, ну, мы можем, конечно, сработать, ищем с изгением. Я, Назар? Просто моя мама после. Что с мамой? Своей мамой. Ну, Назар, мне не надо, я думаю, 10 минут мне надо еще. 10 минут, потом я свободен, да? И у меня время для тебя. Окей? Хорошо, Назар? 10 минут я ухожу. Ай, ты уходишь? Ну, у меня время на завтра, или, если хочешь, в субботу. Я тоже доступен, если напишешь мне, мы можем созвонимся, если хочешь. Я не знаю, нет, я не знаю, через сколько точно, 20. На 20 у меня плова сегодня, сегодня имеешь в виду, сегодня 20 или как-то? Ну, я знаю, я ухожу. Окей, уходишь без проблем, уходи без проблем и пишешь, пишешь мне, и пишешь мне, если... Окей, пишешь, просто пишешь. Ватсап или через почту, неважно, напиши мне мейл или так, да, Назар? Окей. Exits collision, наша функция exit collision. Вот. Здесь сейчас, это важный шаг, потому что здесь сейчас мы ищем другие точки, другие координаты, где другие фишки находятся. И геймдиск, вы уже видите, это наш геймдиск, да, где, also наш геймдиск, да, полевая игра или полевой стол, где у нас другие фишки. И геймдиск, ну, поддерживает поиск других фишек с помощью функции get collision fish keys, да. И мы доставляем этой функции только наш collision array. Collision array, это только список, можно сказать, да, только список, где после поиска, после поиска мы получаем результат. И я надеюсь, что в этом массиве, да, находятся те фишки, кто совпадали или, ну, что рядом со мной, да, рядом с фишкой, да, в этом массиве. Вот, поэтому геймдиск, и это логика, вам надо понимать, да, это логика, какие-то файлы, какие-то функции я найду где-то. Вот, и геймдиск, это логично в файле геймдиск javascript. И здесь, вот, видите, это функция get collision fish keys. И здесь мы сравниваем вот такие фишки, лежащие на столе, и каждые. Каждые точки, каждые координаты вокруг фишек. Мы сейчас всегда сравниваем друг с другом и ищем тех фишек, да, кто лежит рядом с фишкой, которые мы выиграли. Выиграли. Да, выиграли. Вот. И поэтому каждый раз фишки будут сравнивать с другими фишками. И поэтому у каждой фишки функция, называемая get number of domino pictures, и там я найду все сравнения, все сравнения, потому что вот здесь get, это вот такая очень-очень длинная функция, вот такая calculation, это, секундочку, мне надо искать еще раз. Вот здесь. Вот такое, да. И сейчас я еще раз увеличиваю, да, и здесь вы видите, здесь вы видите, у нас есть, конечно, всегда прямоугольник, да, в этом прямоугольнике находится наша картинка, и у каждого прямоугольника есть, координаты, да, снова x, y, и ширина, и высота, и он всегда контролирует сейчас, находится, вот, находится моя позиция, моя точка, где здесь всегда стоит left, right и так далее, да, находится это, вот эти координаты в прямоугольнике, находятся или нет. И если они находятся в этом прямоугольнике, следующие шаги будут всегда сравнивать вот эти картинки, и если они тоже совпадают, мы нашли эту фишку, и мы знаем, где нам надо положиться нашу выложенную фишку, и выэкранную фишку. И сейчас я предлагаю, скачайте этот файл, если вы до сих пор не скачали этот файл, устанавливайте снова этот файл, это приложение. Назар, если это все, пока-пока и до встречи. Нет, нет, нет. Я, примерно все, одну минуточку, да, скачайте, распакуйте, устанавливайте, программируйте, да, и играйте сейчас приложение, и попробуйте, пожалуйста, обнаруживать почему-то, секундочку, почему-то, например, происходит вот такое, если я нажимаю еще раз, и если я, например, выиграю мою фишку вот так, и в следующий раз, например, вот так, да, и когда-нибудь, например, сейчас, если я сейчас выиграю мою фишку вот так, а, он, а, окей, это не сработает, и здесь тоже нет, окей, это выглядит лучше, но где-нибудь, я думаю, я получил ошибку, секундочку, я думаю, вот здесь, да, вот здесь. Это запрещено, но он до сих пор разрешает, да, и причина вот очень простая, причина такая, что я думаю, что я где-нибудь здесь ошибался, да, в этой функции get number of domino pictures, да, и поэтому наслаждайтесь, этот исходный код попробуйте, и я сейчас отвечаю на вопросы. Хорошо? Задание ясно? Да? Отлично. Окей, Назар, теперь скажи, а что, секундочку, я, секундочку, я выключиваю мою, а, демонстрация экрана, секундочку, остановить, и сейчас я вернусь, вы видите меня снова, да? Да. Окей, Назар, сейчас у меня время, и спроси. Я не вижу тебя. Сейчас, сейчас, я выключу камеру. А, Назар, очень приятно, да, просто, да, долго время не видел тебя. Скажи. Просто, я делаю информатику на другом браузере, а? А, Назар, если я, Назар, если я, Назар, браузер? Да. Что с браузером? Удалился. Удалился? А, не может быть. У тебя есть Chrome или Firefox или что-то? Да, есть. До сих пор, по моему мнению, это не очень-очень важно. Я знаю, что только Edge не заработает очень хорошо, потому что Edge я сам не использую. И иногда, особенно, если, конечно, если мы работаем с JavaScript, Edge играет особенную роль. Вот, и у тебя есть, это Яндекс или что такое? Firefox. А, Firefox, окей, это Firefox. А, окей, хорошо. Ну, и если ты уже, ты уже стартовал XAMPP? Да, вот. Отлично, окей. И последний вопрос, ты уже устанавливал наш новый файл? Ой, не хочу. Нет, я сказал, ты уже, окей, хорошо, отлично, домино установлено, окей, хорошо. Ты уже скачал новый файл нашего сайта? Нет. Нет? Окей, открой, открой наш сайт IT-мира. Да, и потом прикладное программирование и скачай наш новый файл из таблицы. Секундочку, чуть-чуть повыше, чуть-чуть повыше, пожалуйста. Я думаю, это неправильная таблица. Чуть-чуть повыше. Тяни, чуть-чуть выше, пожалуйста. Я могу тоже, конечно, секундочку, это только таблица. Здесь, смотри, перейти, предлагаем материалы к занятиям, да, перейти. И сейчас у нас есть доступ к этому файлу, вот здесь, да, вот это, да. Мы скачаем этот файл, да, и потом, это очень быстро, ты сейчас можешь распаковать, да, на жестком диске. А, ты уже много раз скачала. Окей, один раз хватит, распакуй этот файл, пожалуйста. Я тебе дал кон... Я тебе дал кон... Ну, ты знаешь, я не могу читать испанский язык, но я попробую. Что хотите сделать? А, окей, я думаю, вот здесь, я думаю, смотри. А, окей, секундочку. И сейчас мы, я думаю, нам надо... Это вырезать? Картар? Да. Да, окей. Я использую эту функцию. Вырезать. Вырезать. Да, окей. И сейчас мы идем в папку htdocs вот здесь и расположим. А, ты уже... Ну, я, неважно. И сейчас я думаю, это пикар вставить? Это пикар вставить или что-то? Да. Да, вставить. Вставить. И имеет смысл, что мы упрощаемся чуть-чуть наше название. Я переименовала, переименование этой папки, потому что без данных, да, потому что это упрощается. И сейчас я добавляю, секундочку, я добавляю new. New. Домино просто new сейчас называется эту папку. И потом назад к браузеру, вот здесь. А, секундочку, я получаю урок, вопрос, да, конечно. Да, значит, секундочку, Назар, да. Мне надо отвечать на вопрос, да, мы уже программируем. Почта не получил. Мы в Zoomе. И сейчас это интересный вопрос, секундочку, знает кого-нибудь, как называется наш... Назар, нет, секундочку, нет, нет, все хорошо, у меня другая идея, все хорошо, у меня другая идея. Секундочку. Вот. А я написал почту сегодня утром, да? Значит, здесь... Девять, девять, три... Один, три, восемь, три... Три, шест, нуля, три, вот, и пароль. Пароль. Девять, три, were, не пищи, нуля,porter. Девять, видел. Девять, да, вспомню. Осадó. Девять, да. Ити, минус. Мир. Вот, зак. сейчас у нас есть распакованная папка да и поэтому она доступна я так секундочку я добавляю новую страницу и я напишу мне тоже хочется сладкой вещи нет 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 это ошибочно потому что твоя старая папка секундочку тебе надо только добавлять минус но и нью да не минус нью и видишь свиньи у нас есть маленькая проблема еще потому что он во время распакования не распаковал содержание наши папки поэтому нам надо вернется один раз открывать эту папку и потом скопировать или перемешать перемешать это содержание вот здесь это важно я это каждый раз так каждый раз и если я сейчас обновляю страницу в браузере вот здесь я надеюсь что он мне показывает нашу страницу вот смотри это наша страница да и выглядит выглядит чуть-чуть по-другому но если ты сейчас нажимаешь на клавиатуру строн или стринг не знаю на русском языке этот контроль кнопка контроля знаешь вместе с минус ты можешь уменьшить размер я попробую вот здесь секундочку не это мне запрещено я не могу устраивать твою страницу может быть с помощью но я думаю нет ты можешь ты можешь уменьшить эту страницу с контроль и минус а за кнопка контроль вместе нажать с минусом попробуем контроль минус контроль минус я думаю это так я здесь работаю с мэг я да правильно стр г да правильно да стр г и минус я думаю это смотри смотри сейчас это выглядит как у меня и сейчас ты можешь мы попробуем что можешь например смотри ты до сих пор используешь старую базу данных да потому что нам надо еще обновлять твою базу данных поэтому нам надо вернется вот здесь хорошо я еще раз импортирую это здесь это все на русском языке написано вот это отлично смотри 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 это смешение двух языков нет все хорошо мы мы ищем и ищем ищем смотри да домино это наш файл для база базы данных и сейчас я надеюсь что он выполняет мой приказ виконати что такое окей мы получаем ошибку без проблем а я знаю окей секундочку нам нам надо еще раз открывает этот файл buy the Я готов. Одна минутка. Одна минутка. Я готов. Секундочку. Один раз мне надо открывать твою базу данных и мне надо удалить. Мне надо удалить только вот такое. Секундочку. Сохраняем. Секундочку. Я готов. Минуточку. Еще раз импортирую эту базу данных. Секундочку. Еще раз нажимаю и импортирую. Я надеюсь, что сейчас не еще раз показывает ошибку, но я думаю зависит от того. Твоя картинка застревает чуть-чуть. Да. Смотри. Все ясно сейчас. Все ясно сейчас. Один раз нам надо, конечно, здесь тоже еще раз обновлять эту страницу, где я могу сделать такое, Назар, где мне надо нажать. Мне хочется еще раз обновить страницу, где мне надо нажать. Не знаю. Ах, я здесь. Смотри. Вот здесь. А, сейчас видишь? Наши логотипы. И это было очень хорошо, как я уже заметил. Нам надо еще картинки, Назар. Нам надо еще картинки. И ты можешь добавить такие картинки вот здесь. И если ты сейчас здесь нажимаешь, да, играть в игру, да, можешь уже... Ты уже скачал картинки. А, окей, супер, 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 супер. А, да, отлично, отлично. Цветы. Эй, эй, эй. Сейчас цветы. Угу. Эй, вот это кэш. Эскейп, эскейп помогает иногда. Угу. Динозавры. А, отлично, окей. Супер. А, да, да, да. Но я думаю, тебе надо всегда... Смотри, тебе надо всегда... Я думаю, всем картин... 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 Картинков? Да. Картинок. Всем картинок, потому что у нас есть... А, супер, супер, супер. Окей. Здесь в этом приложении нам надо уменьшить... чуть-чуть... Наши картинки, да? Сейчас. Сейчас. Открыть. А, окей. Это уже достаточно хорошо. Только одна. Смотри, это хватит. Хватит. Все хорошо. А за 70 умножить 47 пикселов, это достаточно хорошо. Качества хватит. Окей. И если у тебя есть такое, верни к приложению... Приложению Domino, пожалуйста. Правда? Да. Да, да. Вот здесь. И здесь... Дроп файл here to approve. Да? А, скачать файл. Если ты нажимаешь вот здесь, да? Ты можешь выбрать всегда твои картинки, да? И... А, еще? Да, да, да. И сейчас можешь добавить вот эти картинки, которые ты... Локал бир? Да. Транспорт? Да. И... Например... Каких? Я-я-я. Возьми один из них. Это только примеры. Возьми один из них, да? Да. Попробуй. Нажми. И потом... Абир. Азу. Открой. Открывать, я думаю. Или два раза. Скопировать? Нет, не скопировать. Нет, нет. Тебе надо только открывать. Есть вот здесь. Открывать. Он закачает, да? И тебе надо, конечно, еще шесть картинок. И потом ты можешь вот здесь написать, окей, например, на английском языке. На русском языке это самолет. И на английском это airplane. И, окей, если ты... На немецком языке это Flugzeug. Если тебе отсутствует слово без проблем, напиши, например, самое главное, напиши на русском. Да. И, конечно... Я забыл. Но до сих пор это не работает, пока ты не используешь картинки. У нас есть только картинки для мороженого и, ну, транспортные средства. У меня, я думаю, тоже у нас есть. Транспорт. А если, да, если нажимаешь транспорт, да, и сейчас нажать игру, если сейчас нажать, начать игру, да, кнопку, и сейчас ты можешь выбрать... Нет, 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 нет. Во-первых, нет, 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 секундочку. Во-первых, тебе надо нажать на склад, и потом, если ты выиграешь твою фишку, да, потом ты нажимаешь кнопку пуск. Вот. И сейчас игра начинается. И следующий будет вот такое, да. А, ладно, ладно. Да, да. Но иногда это... Вот здесь, да. А, ладно. Да. Отлично. Супер. Сейчас. Сейчас. Опа. Да. И сейчас, ну, это сработает, но не совсем, потому что иногда мы получаем ошибки. Вот это, например. Да? Окей. Это он отклоняет. Видишь, он не добавляет в настоящем моменте. Но тебе это тоже важно, дорогие люди. Я вижу, если вы нажимаете на картинку, на изображение, да, он не совсем, это совсем не подходит. Важно, что вы... Назар, секундочку. Назар, подожди, пожалуйста, подожди. Вот. Подожди. Это важно, что... Я не могу. А, сейчас. Да. 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 Дай мне, дай мне доступ, пожалуйста. А, спасибо тебе. А, спасибо тебе. А, спасибо тебе. Смотри. Это важно. Если я нажимаю вот здесь, между этими изображениями, да, он двигает, конечно, тоже эти термины. Если я нажимаю прямо на изображение, да, он только двигает, да, он двигает фишки, но сейчас он не может обнаруживать, есть другие фишки рядом этой фишки. Потому что это тоже, можно сказать, ошибка до сих пор. Но если я добавил бы уже сейчас тоже, возможно, тоже, это бы еще раз сложнее, да, потому что... А здесь вы можете тоже обнаружить, что реализовать это задание. Я, Назар. А как их переворачивать? Переворачивать. Переворачивать сработает так. Если я нажимаю два раза на фишку, вот смотри, да, он переворачивает сейчас 90 градусов направо. Если я еще раз нажимаю два раза на фишку, сейчас фишка стоит вверх ногами, да, и еще раз вот так, и еще раз вот так. Два раза на фишку. Но тоже между изображениями тебе надо шелкнуть. Ага. Изображений нет между ними, а между изображениями, да, смотри, если сейчас ты шелкнешь два раза, да, шелкнешь два раза с мышкой, с мышкой. А за левой мышкой тебе надо шелкнуть два раза на фишку. Попробуй еще раз, смотри, да, он поворачивает, да. А за фишка сейчас поворачивается. Ну, это может быть лучше, если ты нажимаешь прямо на линии, это линия между этими, да, 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 может быть это лучше. Попробуй, да, видишь, сейчас он двигает тоже эти вот эти термины, да. Так? Так. Отлично. Попа. Попа. А еще. Да. Окей, Назар, отпускай, отпускаешь, пожалуйста, меня. То есть я могу помогать другим ученикам, если вопросы существуют. А, спасибо тебе. Отлично. Да. Если у других вопросов, задайте мне вопрос без проблем. И я, конечно, тоже ищу мою ошибку и мои ошибки дальше, да, и будет интересно. Но если мы не успеваем сегодня, ну, без проблем, в течение следующей недели, я думаю, мы успеваем в этом или через неделю, но это без проблем. Но через неделю, в четверг, мне хочется и программировать наш сервер и потом, можно сказать, потом это важно, что вы, как можно сказать, что вы делаете это приложение красивее, да. Можно сказать, украшить или что такое на русском это украшить или украсить, или что это приложение будет красивее, да, чем сейчас. Сейчас это выглядит очень, ну, это базовое приложение, но это так, что мне хочется, конечно, что кто-то из вас, например, программирует возможность, что я могу менять язык, да. Сейчас все языки всегда стоят на экране, и это имеет смысл, что если я, например, хочу играть на русском, то, что я могу выбрать русский язык, измену или английский язык, или немецкий язык, да. И поэтому будет лучше, если не все слова всегда стоят рядом с другими словами. И это путает чуть-чуть, и, по моему мнению, не выглядит так хорошо. Ну да, ищите дальше. Если есть вопросы, пожалуйста, задайте. Да. 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 Да, да. Да, да. Да, 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 да. Да. Когда едем туда, после туалет там получилось. Сейчас. Сегодня и вы с недели. С вами пока. Пока-пока. Да, до следующей раз. И через неделю мы снова увидимся. Хорошо? Иди. Передай привет маме и папе. Да, пока-пока. Извини. Без проблем. Но мне надо за документами. А, за документами. Это звучит очень скучно. Но это тоже важно. И поэтому мы увидимся. Мы увидимся. До свидания. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Примерно. Хорошо? Хорошо. Но если вы хотите уходить, это тоже возможно. Потому что сейчас я надеюсь, что проблема ясна. И может быть у кого-то есть идея, где может проблема лежит. Или нет, тоже без проблем. Но я думаю, если я найду эту ошибку, я напишу вам. Если вы, я надеюсь, что вы напишите мне. И через неделю, я думаю, у нас мы знаем, где эта ошибка была. Да, да. Okay. Спасибо. Продолжение следует... 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 И поэтому... Продолжение следует... 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 Может быть, это по старому календарю у вас и у нас по новому, но я не уверен, честно говоря, уже давно. Ну ладно, до свидания, Артём, до свидания. Пока.